Библейский портал экзегет.ру представляет 14 глава книги Юзифи, читаю синодальный перевод для библейского портала экзегет. 14, 15, 16, все уже состоялось. Зачем еще три главы? В предыдущих главах рассказывалось о том, как Юзифи, жительница города Витилуи, когда город осаждали ассирийца, вышла из него, прокралась, открыто пришла во вражеский лагерь, познакомилась с полководцем Алаферном, притворилась, что она готова с ним остаться вдвоем на ночь в шатре и убила его, когда он пьяный лежал на постели. Ну и в 13 главе она уже вернулась к своим с головой этого самого Алаферна, который она отрубила его же мечом. В принципе, все завершилось. Но это не так. Во-первых, еще войско не отступило. И очень интересно понять, как они это увидят. Ну, есть и другие вопросы. И Юзифи сказала им, жителям своего города, послушайте же меня, братья, возьмите эту голову и повесьте на зубцах вашей стены. Когда же настанет утро и солнце взойдет над землей, возьмите каждое боевое свое оружие. Идите все сильные за город и дайте им вождя, как будто намереваясь сойти на равнину против передовой стражи сынов Ассура, ассирийцев. Ну, не сходите. То есть, смотрите, Алаферна свою часть работы выполнила. Но эта победа не будет полной, если каждый воин в Ветилуе не выйдет сам на сражение. Они могли подумать, о, отлично, она все для нас сделала, пошли отдыхать. Все только начинается. Тогда они, взяв свое оружие, пойдут в свой стан, имеется в виду ассирийцы, разбудят вождей войска ассирийского и заберутся к шатру Алаферна. Но не найдут его, оттого нападет на них страх, и они побегут от вас. А вы, все живущие во всяком пределе израильском, преследуя их, поражаете их на пути. Но прежде чем сделаете это, приведите ко мне Ахиора Аманитянина. Пусть увидит и узнает он того, кто уничижал дом Израиля и прислал его к нам будто насмерть. Ахиор, я напомню, он из лагеря врагов как раз, его отдали иудеям. Смотрите, то есть недостаточно просто победы. Нужно, чтобы эта победа была максимальной. Для этого нужно напасть на ассирийцев в тот самый момент, когда они узнают о гибели полководца. Вот в момент максимальной их слабости и растерянности. И призвали Ахиора из дома Узии. Когда он пришел и увидел голову Алаферна в руке одного мужа среди собраний народа, то пал на лицо свое и ослабел духом. Когда же подняли его, он припал к ногам Иудифа и поклонился ей и сказал, «Благословенна ты во всяком селении Иуда и во всяком народе, который, услышав об имени твоем, изумятся. Расскажи же мне теперь, что ты делала в эти дни?» И Иудиф среди народа рассказала ему все, что она сделала с того дня, как вышла, до того дня, в который говорила с ними. Когда она перестала говорить, народ громко воскликнул, радостный крик его раздался в городе. Но, вероятно, еще нужно было все-таки подтвердить, что это Алаферна. Мало ли, пришла с какой-то головой. Кому она там отрубила голову, кто его знает. Все-таки интернета нет, газет, телевидение тоже. Кто видел Алаферна живьем? Никто. Кроме этого самого Ахиора, который, собственно, от них, от сирийцев, и был прислан, как такой заложник или пленник. Он может подтвердить. Ахиор же, видя все, что сделал бог Израилев, искренне уверовал в бога, обрезал крайнюю плоть свою и присоединился к дому Израилеву даже до сего дня. Смотрите, его прислали к израильтянам, в общем-то, чтобы они его убили. Да? Такая высылка. Вы знаете, как на Первой мировой войне дезертиров выводили на нейтральную линию, вот между двумя линиями окопов. И они там должны были выжить, что, в общем, было практически невозможно. Так вот этого Ахиора прислали на эту нейтральную линию, иудеева забрали в плен, и выжить, казалось бы, он был не должен. Но выжил, более того, стал иудеем сам. Стал иудеем в какой момент? Увидев, что бог на их стороне, что то, что он до этого воспринимал как угрозу для своего ассирийского войска, оказалось спасением лично для него. Вот он мог бы настаивать на победе ассирийцев, настаивать на патриотизме, на государственной своей какой-то идеологии, религии. Нет, он искал истины. Пусть даже он это делал в крайних условиях, когда его убить могут то ли там, то ли здесь, то ли и там, и здесь. Но тогда вот и обостряется у человека чувство выбора, что на самом деле надо делать. И он находит свое решение. Оказывается, для ассирийцев тоже не закрыта возможность обращения к богу. Когда настало утро, повесили голову Алаферны на стену. Каждый муж взял свое оружие и вышли отрядами на всходы горы. Ну, то есть, город на горе, а не вот на эти самые склоны. Сыны ассуру, увидев их, послали к своим начальникам. Они пошли к вождям, к тысяченачальникам, ко всякому предводителю своему. Придя к шатру Алаферны, они сказали управляющему всем имением его, «Разбуди нашего господина, потому что эти рабы осмелились выйти на сражение с нами, чтобы быть совершенно истребленными». Ну, понятно, то, чего они хотят. Те сидят в городе. Город брать штурмом – это долго и сложно. А вот они вышли в поле. В полевом сражении огромная ассирийская армия, безусловно, их разгромит сразу же. Вот вообще решение всех проблем. Ура, ура, ура. Вагой, я напомню, это Евнух, собственно, управляющий Алаферны, его личный секретарь и домоправитель. Вошел и постучался в дверь шатра, и бы думал, что он спит с Иудифией. А когда же никто не отозвался ему, то отворив, вошел в спальню и нашел, что Алаферны мертвый лежит у порога, голова его снята с него. Он громко воскликнул с плачем, стоном и крепким воплем, разорвал свои одежды. Потом вошел в шатер, в котором пребывал Иудиф, и не нашел ее. Тогда он выскочил к народу и закричал, «Рабы поступили вероломно!» Одна еврейская жена опозорила дом царя Навуходоносора, «Ибо вот Алаферны на полу, и головы нет на нем». Войско обезглавлено в прямом смысле слова, отрубили голову главе войска. И войско, конечно, приходит в панику. Когда услышали эти слова начальники войска Ассирийского, то разорвали одежды свои, и душа их сильно смутилась, и раздался у них крик и весьма великий вопль среди Стана. Самый момент нападать. 15 глава опишет нам эту победу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok